Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! В жизни Алены Савкиной не перестают меняться самые разные мужчины. Еще недавно в туалете ночного клуба Алена волшебничала с Максимом Колесниковым, а буквально за пару суток до этого, правда все же в гостинице спала с солистом группы Тайпан. Впрочем, судя по свежим сториз молодой мамочки и слухам в сети, в ее жизни уже появился хахаль. И для кого не секрет, вот уже больше недели Савкина вместе с мамой Богданом и Яной Захаровой отдыхают в Сочи. И если Татьяна Владимировна Григоревская занята внуком, то сама Алена только и делает, что тусит по ночным клубам. Причем в компании не только Яны, но и нового молодого человека. Детали очередного романа выпускницы Дома-2 пока неизвестны, однако исключительно по фото ее избранник вряд ли может заслужить доверие. Парень весь разрисованный татуировками, больше похож на уголовника из тюрьмы и совсем не производит впечатления человека, который готов к серьезным отношениям и уж тем более чужим детям. Ольга Рапунцель больше не в силах скрывать тяжелый недуг младшей дочери. Правда и делиться подробностями с телезрителями молодая мамочка пока не готова. Впрочем, в недавнем интервью Оля все же призналась, малышка унаследовала свою болезнь от отца. Кадры из эфира расставили все точки над И в болезни Софии. Операторы засняли девочку так, что ее отставание в развитии уже невозможно стало скрыть. Теперь в сети строят предположение, какой диагноз поставили врачи-наследницы Читы Дмитренко. Вероятно, речь все же идет о ДЦП или какой-то подобной болезни. К слову, защитники звездного семейства не стали молчать. Последние убежденные операторы специально представили девочку в невыгодном свете, чтобы на дни потешались хейтеры. Анита Кобелева заслужила ярое неодобрение зрителей, впутав свою проектную жизнь родную мать. На шоу «Бородина против Бузовой» девушка в красках расписала свое детство и период юности, обвинив мать в алкоголизме. Более того, Анита продолжила настаивать на своем, даже когда родительница попыталась объяснить, как все обстояло на самом деле. В отличие от ведущих, поверивших многострадальной Кобелевой, зрители поддержали мать девушки, а вот саму Аниту уличили в предательстве и неуважение к женщине, которая дала ей жизнь. К слову, глядя на Кобелеву старшую, мало кто готов поверить тому, что она злоупотребляет алкоголем. Зрители вновь убедились, что Анита не отличается особым умом. И дело уже не только в том, как она засадила свою родную мать. Отвечая на вопросы Ольги Бузовой, в рамках конкурса «Человек года» Кобелева показала, что не знает элементарных вещей. К примеру, девушка не смогла правильно назвать имя героя Романа Ильфа и Петрова. Возвращаясь из Питера в столицу, бывшие участники Дома-2 Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП. В аварии пострадал только автомобиль Африкантовый, о чем блондинка сразу же рассказала в стори своим подписчикам. Причиной произошедшего стали плохие погодные условия, ведь Марина и Рома ехали на летней резине. Теперь пользователи сети радуются, что все живы. И ждут реакции Татьяны Владимировны Африкантовой, которая всегда была против того, чтобы Роман Капаклы пользовался автомобилем ее дочери. В свете новости о намерении создателей Дома-2 запустить пилотный проект в жизни бывших участников, как скоро эта история появится на экране, или станет темой для обсуждения на шоу «Бородина против Бузовой», куда так любят звать тех, кто годами сидел на бревнах. Отношения Милены Безбородовой и Алексея Безуса вновь закончились расставанием. Девушка покинула проект после того, как всплыла история ее измены за периметром. О том, что возлюбленная наставила ему рога во время их недавней размолвки, рассказал сам Леша. И именно это стало для блондинки последней каплей. Ведущие устроили очную ставку Алексею Безусу и его сопернику. Мужчина, с которым Милена спала за периметром, появился в студии «Бородина против Бузовой». Причем сделал это вовсе не для того, чтобы отстоять свои права на Безбородову. Молодой человек готов поучить жизни Безуса и уже попытался сделать это на шоу. Более того, судя по реакции Леши, который не смог сдержать слез, все происходящее задело его за живое. По словам Безуса, Милена сама разрушила их отношения и счастливое будущее, которое могло бы быть. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Ольга Рапунцель ответила на обвинение обиженной Александры Черно, заявившей, что она покидает проект из-за разногласий в семье Дмитренко. Якобы Саше и ее мужа Иосифу Аганесяну целую неделю приходилось терпеть провокации ведущих и сравнения с брендами. А Саша уже изменилась, она не хайпует, а перерослась или проект Дом-2. Рапунцель уверена, что Черно не уйдет с проекта, просто манипулирует своим уходом, как в старые добрые времена. Ольга Рапунцель опубликовала пост в социальных сетях и признала, что она с детьми и мужем уехала на базу отдыха, потому что устала от присутствия Черно и Аганесяна в своей жизни. Молодая женщина со слезами на глазах вымаливала короткую передышку, а вот Саша, проиграв в первом туре конкурса Человек года, разозлилась и решила пойти проверенным путем. Уйти, а потом сделать все, чтобы ее вернули в состязание. Накануне этих событий Черно собиралась погулять, так как в гости к семье Аганесян приехали родственники Йоси и можно было бы оставить с бабушкой малыша Стефана. Поссорившись на шоу Бородина против Бузовой с ведущей Ольгой Бузовой и редакторами, Черно выкатила пост, что она лучше Рапунцель, которая спит до 4 часов дня. Рапунцель заметила, что днем она не спит, с двумя детьми это довольно сложно, а вот Саша и Йосиф действительно постоянно просыпаются поздно. И тут правда на стороне Рапунцель. Уже писали на шлоке, что Черно любит лежать в постели. В одно время все фрагменты из эфиров про Сашу и Йосифа показывали только из их комнаты, где они валялись под покрывалом. Ксения Задойнова поделилась с домовскими журналистами дальнейшими планами военных действий против Элины Камерен. Как смеет мама Сашеньки Задойновой не выдавать девочку по первому требованию папы. В суд идем, заявила Ксения Задойнова, ведь алименты теперь поступают регулярно, благодаря Дому-2. Как будто не предлагала та же Камерен установить порядок общения Александра Задойнова с младшей дочерью. Тогда бы не было возможности у Ксения подчеркнуть, что Саша успешно отрабатывал наказание за долги по алиментам. Теперь регулярно выплаты у него высчитывают, так что пусть Элина Камерен интересами дочки не прикрывается. Кстати, слухи об уходе Задойновых, гуляющие в сети, не подтвердились. Супруги отправились за периметр Дома-2 праздновать юбилей мамы Ксении Задойновой, после чего опять вернулись на поляну и продолжают воевать за право Александра видеться с младшей дочерью. В сети уже не в первый раз поднимается тема расточительности супруги Андрея Черкасова. Многие возмущены тем, как неразумно безработная Кристина расходует семейный бюджет, буквально мешками скупая детские вещи. К примеру, даже сосок у Ослиной более 10 штук и каждое из числа, мягко говоря, не совсем бюджетных. Накануне Кристину, которая сейчас отдыхает в Турции, вновь разнесли за неумение экономить. Как стало известно, из шикарного номера элитного отеля Ослина вместе с роднёй перебралась на роскошную виллу. Сейчас в распоряжении девушки огромный бассейн, дом в два этажа и даже собственный батлер. Фолловеры убеждены, прожигать деньги блондинка могла бы с куда большей пользой. Ни для кого не секрет, сейчас пара живёт в однушке, купленной Андреем ещё до брака. Если бы не такое непростительное расточительство, молодая семья вполне могла бы купить квартиру побольше. У Ирины Пингвиновой началась предродовая депрессия, Ира написала. Предродовая депрессия, я выпала из соцсетей. Мне так нравился мой мир в моём аккаунте, где я старалась записывать вам сторисы, рассказывать всё. Но сейчас мне ничего не хочется. Видимо, всё дело в самой подготовке к родам, чувство потерянности и беспомощности. Я ничего не могу, толком ничего и нет. В первую очередь нам надо было найти квартиру и определиться с роддомом, не говоря уже о крупных покупках. Ещё всё идёт не по плану, партнёрские роды теперь под вопросом из-за ситуации в стране. Поиски съёмной квартиры, которая подойдёт и мне, и ему доставляет вообще множество расстройств. Я стараюсь соблюдать спокойствие, но чувствую, что меня всё начинает напрягать. Также и физически сейчас уже нелегко. Живот стал большой, поэтому трудноватый сейчас, всё лень, нет энергии. Появляется ощущение, что после родов будет так же. Но многие переубеждают, что это депрессия временная и скоро всё будет нормально. Единственное счастье – это её дискотеки в моём животике. Испытываю радость от мысли, что скоро встречусь с нашей маленькой. Лишь бы всё успеть. Хочу, чтобы всё было идеально к её появлению. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.